Лейтмотивом 9-го Уральского форума информационная безопасность финансовой сферы стала безопасность новых информационных технологий. Последние годы в этом контексте большое внимание привлекает к себе тема безопасности интернета вещей, или IOT. 15 февраля 2017 года на воркшопе были продемонстрированы выпиющие уязвимости одной из популярных моделей смарт-часов. Насколько опасны умные вещи для российских финансовых организаций и боятся ли собственных гаджетов специалисты информационной безопасности, вы узнаете из первых рук на БИС-ТВ. Интернет вещей – тема достаточно новая, и я считаю, что современные финансовые организации, по крайней мере, в России еще не перешли на использование подключенных устройств, то, что сейчас принято называть этим интернетом вещей. Но в перспективе, с учетом прогнозов по рынку, количество выросло где-то до 20 миллиардов, сейчас уже 6 миллиардов в мире, ну в России, наверное, меньше. И рано или поздно в офисах банков начнут появляться подключенные к интернету принтеры, подключенные к интернету, не знаю, какие-то специализированные устройства, кассовые аппараты модные. Сейчас мы видим то, что делают в том числе Сбербанк совместно с некоторыми коммерческими компаниями. И так или иначе, о безопасности таких подключенных устройств финансовым организациям придется заниматься. В рынке как такового именно безопасности в области интернет вещей, на мой взгляд, сформировавшейся еще нет, поэтому появляются первые ласточки. Недавно с ребятами общались, которые дронов хотят использовать в агропромышленном комплексе, им тоже нужно выстроить защищенное взаимодействие, поэтому мы такие проекты уже делаем. Они очень интересные, они очень нетипичные. И такой фан-челлендж для нас. В прошлом году мы наблюдали, как весь мир, большие атаки из ботнетов, которые были построены на интернет вещах. Более того, исходные коды этих ботнетов были выложены в паблик. Соответственно, сейчас возрастают риски того, что эти ботнеты будут воспроизведены, будут захвачены новые вещи в большом количестве. Соответственно, для финансовой сферы в наступающем году, в первую очередь, актуальна угроза ДДОС-атак со стороны ботнет вещей. Но это, наверное, не единственный вектор кражи денег с интернет вещей, которые имеют подключение к кошелькам. Вот эти вещи, они имеют тенденцию очень быстро распространяться вместе с самими устройствами. Проблема с интернетом вещей в том, что там в крайней степени случился agile мозга у производителей. Устройства собираются из доступных компонентов, в том числе часто устаревших. И очень большие проблемы бывают с их обновлением. Фактором, позволяющим обеспечить какую-то безопасность для обычного человека, да, или для малого бизнеса, или большой бизнес в этом плане больше защищен, это действительно фактор регулятора. То, о чем говорят часто при обсуждении сервисов или мобильных приложений, да, то, что фактор защищенности должен быть конкурентным преимуществом, уже становится постепенно. Но вот в интернете вещей пока, наверное, это опять же не так, вследствие более раннего этапа развития. Мы постоянно наблюдаем атаки, связанные с интернетом вещей. Именно в 2016 году их стало значимо больше. Они оформились в отдельный сегмент. И я думаю, что это только начало. Все слышали про историю, когда практически миллион пользователей Deutsche Telekom потеряли доступ в интернет из-за того, что уязвимые устройства, которые им предоставил Deutsche Telekom для пользования интернетом, были заражены некой разновидностью мира. Если такая же ситуация произойдет в Америке, если такая же ситуация произойдет в России, в Азии, что будет? Никто не знает. В первую очередь, я считаю, этим должны заниматься операторы, потому что им легче всего увидеть, им легче всего отсканировать свою сеть. Операторы должны выработать какой-то алгоритм взаимодействия. При возникновении такой угрозы совершенно точно, что в 2017 году мы столкнемся с еще большими угрозами, еще большими атаками. И вопрос сейчас не в том, будут они или нет, а как мы на них отреагируем и насколько мы к ним готовы. Опрос среди участников форума показал, почти треть опрошенных не испытывают страха перед интернетом вещей и повседневно используют умную бытовую технику и разнообразные гаджеты. Около 62% респондентов ограничиваются только носимыми устройствами, смартфонами, наручными трекерами и другой портативной электроникой. 9,5% опрошенных используют только примитивные мобильные устройства без выхода в сеть, опасаясь угроз со стороны интернета вещей. Даже если ты не хочешь, любой смартфон, находящийся у тебя в кармане, является умной вещью. Это новая реальность, и каждый должен понимать, что все, что он делает со своим телефоном, все, что он делает перед своим телевизором, может попасть в публичное пользование доброжелателей, недоброжелателей. Самая главная рекомендация, наверное, менять пароли на всех своих устройствах, которые есть, ставить подлиннее пароли, не пользоваться какими-то непонятными ресурсами в сети интернет. Цифровая гигиена, она входит в нашу жизнь как обычная гигиена, да, и, ну, сейчас это практически будет вопрос выживания. Вот вы вышли за дверь дома, на вас джинсы, в джинсах может быть оставлена радиометка, которую вшивает производитель. Если вы ее не отпароли, с этого момента ваша приватность кончилась, вас уже можно везти по городу. Дальше вы зашли, у вас до совещания 10 минут, вы готовите кофе у себя в кабинете кофеваркой. Сейчас можно управлять удаленно. Если злоумышленник перехватит ваш смартфон с этим приложением, ваша кофеварка может загореться. Ну, или утюг. То есть точно так же, как вы его можете удаленно выключить, точно так же, кто-то его может удаленно включить. Сейчас говорить о приватности не приходится. То есть интернет вещей принес в нашу жизнь, так называемую, дисперсную утрату защищенности, стопроцентную, с которой никто пока не то что бороться не может, даже не понимает. Правил по жизни всего два. Первое, знать, что угрозу представляет любой предмет, содержащий батарейку, просто любой, неважно, это фонарик, видеокамера, там что угодно. То есть любой предмет с батарейкой может фиксировать ваше местоположение, может там перейти по чужое управление. Вот, второе, надо жить по заповедям. То есть если вы боитесь, что вас там, извините, пьяно голышом сфотографируют на столе, но не танцуйте на столе. То есть если не нарушать основных заповедей, не делать того, за что потом будет стыдно, то жить можно вполне нормально. Я периодически ковыряю, как сейчас на воркшопе показал, да, вот проанализировал детские часы, с точки зрения их безопасности. И, честно говоря, не хотелось бы, чтобы дети, мои дети, либо дети моих знакомых носили подобное устройство. Рекомендация сейчас пока не увлекаться подобными вещами, потому что они небезопасны, технологии еще не готовы до этого. Если ты не хочешь какую-то информацию, чтобы она от тебя утекла, ее не должно быть в информационных технологиях, это касается и фотографий, и, не знаю, сканов документов, и каких-то текстовых документов, да, то есть все, что ты не хочешь, чтобы от тебя утекло, минимизировать риски, оно либо вообще не должно быть в компьютере, да, условно говоря, в неважном, большом или маленьком, или, как минимум, не должно быть в облаке, да, чтобы контроль максимально сохранялся. Ну, и работает по-прежнему принцип разделения, да, то есть когда с одного устройства ты ходишь на критические ресурсы, да, там банковский счет свой смотришь, а с других устройств занимаешься всей остальной работой или развлечениями, да, вот этот принцип наиболее такой четко позволяющий, да, разграничивать угрозы, да, и управлять рисками. Субтитры создавал DimaTorzok